Тихое предрассветное утро, как и 83 года назад. 22 июня 41 года страна узнала о начале Великой Отечественной войны. Уже осенью немецко-фашистские войска были на подступах к столице. В этих местах сражалась 50-я краснознаменная стрелковая дивизия. Несмотря на огромный перевес в живой силе и технике, прорвать оборону на этом участке у врага не получилось. 11 декабря 1941 года, участвуя в общем контрнаступлении Красной Армии, бойцы 50-й стрелковой дивизии у санаторий имени Герцена перешли замерзшую реку, обогнули немецкие позиции в Полушкино и освободили поселок Тучково. Третий год подряд в День памяти и скорби проходит патриотическая акция. Такою все дышало тишиной. Зажечь свечу памяти у мемориала павшим воинам собрались местные жители, волонтеры, депутаты и военнослужащие. По словам организатора акции Екатерины Скориковой, локации выбраны не случайным образом. Это ключевые места сражений при обороне Москвы. Жители все пришли, поучаствовали в данном мероприятии, даже жители русского округа пришли для того, чтобы почтить память. Сегодня мы зажгли около 400 свечей у могил солдат, которые погибли здесь в годы Великой Отечественной войны. Среди тех, кто пришел этим ранним утром к мемориалу, был и Владимир Лобов. С этим местом его связывает личная история. В годы Великой Отечественной в этих краях воевал его тесть. Тесть рассказывал, как он здесь, под Нарой, был ранен, что трое суток пролежал, так как форма, сами понимаете, латышей была, она чуть-чуть от разницы в наши, в те времена. Поэтому, говорят, трое суток. А когда подошли, увидели, что он живой, вот его сразу забрали, вывезли. Военный жизнь связал с небом, был летчиком. Несмотря на свой солидный возраст, ему 73, Владимир Михайлович ежегодно приходит к мемориалу. Для него это уже традиция. А как это так не почтить? Как это так? Я благодаря им жив на этой планете. Сегодня по всей стране зажглись свечи памяти. Такие акции важны для сохранения памяти о подвиге народа, объединившегося в борьбе против фашизма.